Цифровые технологии Цифровые технологии одно из приоритетных направлений развития сферы здравоохранения во всем мире. Нефтекамск не исключение. Что же такое цифровизация и как она развивается в Нефтекамске, узнаете из нашего сегодняшнего выпуска. В России в рамках национального проекта здравоохранения в перечень основных направлений включено создание единого цифрового контура. Проще говоря, эффективность системы здравоохранения в России будет повышаться за счет дальнейшего внедрения и развития информационных технологий. А сейчас мы с вами заходим в кабинет к программистам, благодаря которым обеспечена бесперебойная работа по цифровизации. Добрый день, Дарья. Добрый день. Подскажите, что такое цифровизация на данный момент в медицине, как она работает, что это за программа? Раньше нам приходилось все делать вручную, заводить какие-то журналы, все это прописывалось вручную, поиск был достаточно долгим. Сейчас век цифровой, информатизация. Теперь, благодаря республиканской медицинской информационно-аналитической системе, у нас есть возможность мониторинга, например, новорожденных. То есть мы можем увидеть, сколько патронажей было произведено у новорожденного, были ли произведены эти патронажи. Посмотреть, может быть, были сложные роды, необходим более частый патронаж. То же самое, онкологических больных мы можем отслеживать, явку на прием. Благодаря мониторингу мы можем оперативно передать сведения в поликлинику. То есть, например, женская консультация, детская поликлиника, ну, по профилям. То есть это позволяет как-то ввести пациента, да? Да, более усиленно, так скажем, да, мониторинг происходит. К слову, именно программисты обучают специально допущенный медперсонал в работе с электронными больничными. Это еще одно из направлений реализации проекта по цифровизации сферы здравоохранения. Электронный больничный лист – это очень удобно. Каждый пациент может посмотреть свой документ в личном кабинете. Электронный больничный лист уменьшает риск мошенничества, меньше времени уходит на оформление. Отдел программистов обеспечивает бесперебойную работу автоматизированной системы электронного обмена данными среди всех подразделений больницы в Нефтекамске и помогает устанавливать видеоконференции с отдаленными медицинскими организациями. У врачей появилась возможность дистанционного обучения и удаленных консультаций со специалистами по сложным клиническим случаям без потери драгоценного времени на всех уровнях – районы Нефтекамск, крупные медцентры Республики и России. Видеоконференции возможны и с пациентами в случае необходимости. Сейчас, если пациент приходит к вам, ему не обязательно ехать на дополнительные консультации в другие города, все происходит вот в этом кабинете, правильно ведь? Да, все правильно. То есть пациент пришел ко мне на прием, я с ним поговорила, все обсудили. Если у меня есть какие-то вопросы по введению, по дальнейшей тактике, по лечению или по диагностике, то я могу это все дистанционно провести, оформить дистанционную консультацию через промед. И в течение одного на максимум двух дней ответ приходит, и, соответственно, пациенту лишний раз ездить туда не приходится. Это экономит силы пациента в первую очередь и сокращает сроки определения госпитализации, дальнейшей тактики введения. То есть мы быстрее все. В течение одного-двух дня мы получаем ответ. Весь процесс лекарственного обеспечения в стационаре автоматизирован. Это дает возможность обеспечить население льготными лекарственными препаратами своевременно и позволяет мониторить остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях. К тому же сейчас для удобства пациентов и врачей внедряются электронные рецепты. Электронными становятся не только рецепты. Весь документооборот в больнице переведен в электронный формат. Нефтекамская больница подключена к единой базе медицинских документов, которая содержит около 5 миллионов электронных медицинских карт. Одним из неоспоримых плюсов цифровизации системы здравоохранения можно назвать возможность записаться на прием к врачу самыми разными способами. Сейчас, чтобы записаться к врачу, не обязательно выходить из дома. Можно воспользоваться мобильным предложением докторбашкортостан.ру или госуслуги или позвонить на короткий номер 1301. Кроме того, через эти приложения вы можете записать своих друзей, близких и родственников. Телемедицинские технологии затрагивают все подразделения. В том числе они используются при оказании скорой и неотложной помощи в экстренных состояниях пациента. В 2019 году сотрудники скорой помощи «Нефтекамска» получили 18 планшетных компьютеров по программе «Модернизация» и сейчас активно используют их в работе. Скорая «Нефтекамск». Здравствуйте. Планшетные компьютеры облегчают работу выездным фельдшерам. То, что там видно уже историю болезни человека, куда он обращался, с чем он болеет. Пока бригада едет на вызов, фельдшеру есть возможность просмотреть историю болезни человека, чем он болеет, куда обращался, состоит ли он на диспансерном учете, какие препараты ему назначены, что он принимает. Тем самым облегчается первичный этап сбора анамнеза. Цифровизация системы здравоохранения обеспечивает повышение эффективности функционирования отрасли на всех уровнях, создают условия для использования пациентами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. Субтитры создавал DimaTorzok